Как мы уже сообщали, в деревне Палкино, Калининского района, сразу целую улицу Тверской водоканал оставил без воды. Ее перекрыли по причине того, что подключение объектов к сети было якобы самовольным. При этом система нормально функционировала аж 8 лет, а самое главное, жители исправно платили все это время по счетам. Тем не менее, сейчас все абоненты остались без капли воды. И вроде как все правы, но крайними остаются несчастные палкинцы, которым теперь, как говорится, не помыться, не водиться, напиться. В истории, которую можно было бы назвать «дело труба», разбирался наш корреспондент. Жители деревни Палкино днем 5 июня открыли краны в своих домах, а там пустота. Многодетная мама Алена Назарова перечисляет список бытовых ограничений, возникших из-за отсутствия водоснабжения. Попить нельзя, искупать детей нельзя, посуду не помыть, ничего не приготовить. Естественно, побежали в магазин покупать воду. Как выяснилось, перекрыл воду ни много ни мало сразу 11 домам по улице Радужный водоканал. Жители негодуют, как так. Ведь квитанции за водоснабжение регулярно оплачиваются. К тому же имеется договор на предоставление услуг. Вот только заключен он был не с водоканалом, а с индивидуальным предпринимателем, владельцем трубы, проходящей по улице Радужной, к которой были присоединены дома. У меня есть договор с Гусевым Павлом Дмитриевичем, поэтому договору он обязан был нам поставлять воду. Договор подписан. Некоторые дома были врезаны в эту трубу еще на этапе строительства. Такая система водоснабжения функционировала около 8 лет. Никаких претензий у сторон договора друг к другу не было. Эта тайна полкинских труб, возможно, и осталась бы навсегда под толстым слоем земли, если бы не их владелец. В конце мая он сообщил, что предоставлять услуги не будет, а жителей отправил оформлять законное присоединение в водоканал. Мы отправили заявку на присоединение. На той неделе приезжали представители водоканала, проводили обследование по нашей коллективной заявке. В понедельник приехали и отключили. То есть получается, что мы добросовестно к ним обратились в просьбу заключить договор, а получили отсутствие воды. В общем, главный повод для рокового поворота вентиля обозначен сухой формулировкой «самовольное подключение». Просто сказали, что все, вот документы поступили в водоканал, что у вас незаконная врезка. Хотя у нас вроде все договора есть, все на руках. И мы считали, что все у нас законно, да, платили все по счетчику нашему как председателю этому Гусеву. Вот. Все очень было неожиданно, так скажем, для нас. Жители Палкина оказались заложниками неоднозначной ситуации. Юристы подтверждают, что организация вправе отключить от водоснабжения строения, которые были врезаны без согласования. Чтобы вернуть воду в дом, необходимо сделать техусловие – подать заявку в водоканал. Но ведь получение их занимает около 30 дней. Как жить без воды месяц? С другой стороны, а законно ли в целом лишать людей системы жизнеобеспечения на такое время, да еще и при наличии смонтированных труб? Вода – это жизнеобеспечивающий ресурс. Жильцы надеются, что нюансы этого сухого закона им разъяснят в прокуратуре, куда они уже направили жалобу. Кроме того, были отправлены письма в водоканал нашей редакции с просьбой пояснить свою позицию и уже вернуть страждущим воду.